Челябинский открытый школа боксов братьев Шкаликовых. Эта фамилия хорошо известна в спортивном мире. Андрей Шкаликов, один из первопроходцев в отечественном профессиональном боксе, чемпион Европы, интерконтинентальный чемпион, ныне телекомментатор и промоутер. Ему сначала не везло. В любителях за три раунда он не мог раскрыться. Он такой немножко медлительный был. Перешел профессионалом, начал крушить всех подряд. В 12 раундах ему равных не было в мире. Четырехкратный чемпион страны среди любителей Александр Шкаликов был кандидатом в олимпийскую сборную. Быстрый, техничный и хитер. И равных в любительском боксе почти нет. Два раза он выигрывал у Саитова. А Саитов – это двукратный олимпийский чемпион. Создание именной школы в Металлургическом районе – совместный проект с общественной организацией «Союз ветеранов боевых действий и спорта» в перспективных планах которой – открытие других спортивных залов и клубов, названных в честь знаменитых земляков. Мы долго шли к этому. Мы думали реализацию проектов именно по спортивной тематике. И так как Андрей Шкаликов – один из учредителей нашего союза ветеранов боевых действий и спорта, мы обозначили эту тему и реализацию нашего проекта по открытию именных школ, бокса и других видов единоборств, поднять престиж всех наших спортсменов, первопроходцев, которые на сегодняшний день кто-то в бизнесе, кто-то дальше занимается, ну а кто-то вообще, скажем, просто жизнью живет. И обозначить тем, что эти спортсмены достигли, принесли славу России на мировой арене и, конечно, славу города Челябинска. Занимаясь спортом, физической подготовкой, профессионально, любительски, ты все равно достигаешь каких-то определенных моментов. Я в свое время тоже занимался спортом, вольной борьбой, обрезкой, тяжелой атлетикой. Это дало при каких-то рисковых ситуациях, именно участие в действиях на защите нашего строя конституционного, поддержку очень сильно. Да и в жизни дает поддержку, живешь крепкий, здоровый. В школе бокса братьев Шкаликовых будут проходить тренировки по любительскому и профессиональному. Боксу, кикбоксингу, рукопашному бою, самбо и славянским видам единоборств. Настолько лично я и мой брат Александр любим себя, что мы решили назвать эту школу бокса нашим именем. Это прозвучало из уст наших друзей, в первую очередь Сергея Ведельникова. И мы долго спорили, но решили сделать вот так. Все это на фоне того, что, наверное, пришло новое поколение. Это мы. Наверное, пришло время, когда чувство патриотизма, оно вышло наконец-то в жизнь. И все хотят не просто так, но заниматься спортом, стать кандидатом и мастером спорта России, а быть сильным, здоровым и всем понятно, что защитником нашей Родины. Не дай бог война. Это очень часто происходит. Кто же пойдет на войну? Не теннисисты, не танцоры. Конечно, пойдут боксеры и бойцы. Я надеюсь, в этом зале будет не только бокс культивироваться. Разные виды и наборств, в первую очередь, конечно же, бокс, любительский простали. Ну и естественным образом здесь выросли молодые филантовые ребята, которых мы дальше проведем. Слава богу, дорожку уже не протоптали. Ну и опять же, хочется сказать спасибо большое тем людям, которые приняли участие в открытии этого зала. Каким-то чудесным образом планы соединились и альтернативный зал, примерно такой же, я открываю в Подмосковье, буквально на днях. Вот отсюда, прямо туда и примерно будет то же самое. Ну и есть предложение открыть таких же залов на федеральном уровне, в разных городах. Думаем, стараемся, но вот этот зал – наш первый шаг. Поэтому с праздником и давайте похлопаем тебя до сих пор. Так получилось, что Челябинск опередил. Ну, наверное, это правильно. Во-первых, я родился здесь и воспитался быстрее, чем я начал жить в Москве. Поэтому первый клуб имени братьев Шкальков открылся здесь, в Челябинске. Уже потом в Москве. Главный посыл, в первую очередь, воспитание, патриотизм среди молодежи, здорового образа и физического, и психологического плана. Значит, ну, растить не просто чемпионов, а здоровых, сильных людей, мужчин. Здесь будут тренировать грамотные тренеры, несколько человек. Значит, я регулярно буду приезжать и проводить мастер-классы, помогать, консультировать. Организаторы церемонии открытия новой школы бокса и многочисленные гости отдали дань памяти недавно ушедшему тренеру Герману Климову, который несколько лет занимался с детьми в этом зале. Жалко, конечно, что Герман Андреевич Климов, который столько сил приложил, не дожил до этого. Мне кажется, что вот сейчас новый толчок получится развитие бокса в этом районе. Это был такой боксерский район, откуда очень много боксеров и тренеров отсюда. Я так думаю, что все это на новую ступень перейдет. Буду тренировать, буду развивать также бокс, буду делать все возможное для того, чтобы молодежь вырастала подготовленными, патриотически сильными духом, людьми, которые могут постоять за свою родину, за свою семью. Каланс, спасибо вам, хорошие. Ну, можно погромче аплодировать. Здравствуй, параловки! Замечательно. Давайте еще, вот она память. Генеральным спонсором церемонии открытия школы бокса братьев Шкаликовых стал председатель общественного движения защиты прав граждан Челябинской области Константин Зиновьев. Коллеги боксера, ветераны боевых действий, представители общественных организаций, областного министерства и городского управления спорта, депутаты, музыканты и артисты пожелали вновь открывшейся школе бокса достойных учеников больших побед в спорте и жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова